Новый премьер-министр, арест в Акимате, оправдание домашнего насилия и микрожильцы в лапше быстрого приготовления. Об этом и не только во взоре главных телеграм-каналов страны. С вами Телеграм-тур и я, Айгерим Бабиш. Олжас Бектенов – новый премьер-министр Казахстана. Его кандидатуру представил президенту председатель партии Аманат Ерлан Кошанов. Бектенову немного за 40. Он юрист и генерал-лейтенант антикоррупционной службы. Кандидатуру нового премьер-министра одобрили 69 депутатов. Семеро воздержались от голосования. До этого Бектенов руководил администрацией президента. Несколько министерств сменили своих руководителей. Так МЧС возглавил 40-летний Чингиз Аринов. До этого он занимал должность начальника службы охраны президента. Минздрав лишился Ажар-Гениат. Вместо нее ведомство возглавило Акмара Вальназарова, экс-сенатор от Казавардинской области. Новым главой Минфина стал Маддита Киев. Ранее он занимал должность председателя комитета по финансовому бюджету мажориста парламента. Министром нации экономики стал Нурлан Байбазаров, который сменил Алибека Куантырова. Совещание сразу под арест. Сотрудники антикора арестовали чиновника прямо во время заседания в Акимате Шимкента. Об этом они сообщили в своем официальном телеграм-канале. Исполняющего обязанности руководителя управления жилья подозревают в хищении 120 миллионов тенге. Украденные деньги выделили на проверку сейсмоустойчивости 216 домов. Я уже пять месяцев прошу вас, среди работников Акимата много честных, но есть и продажные. Прокомментировал произошедшее Аким Шимкента. Сама виновата. Депутат-мажориста из фракции АУ Анас Баккажаев сполошил казахстанские телеграм-каналы. Он высказал спорную точку зрения по поводу домашнего насилия. Депутат попросил с пониманием относиться к кухонным боксерам. По его мнению, конфликты начинаются с длинного языка женщин. В качестве аргумента он привел казахскую пословицу, что в переводе звучит как «Хорошая женщина – благодать, плохая женщина – ссора». Народный избранник также поинтересовался, проводятся ли специальные уроки для воспитания девочек. За женщин заступилась министр культуры информации Аида Балаева. Она подчеркнула, что насилие не может быть оправдано. Насилие в любом виде, независимо от обстоятельств, никогда не может быть оправдано. Закон и порядок должны соблюдаться неукоснительно. И такую задачу ставит перед обществом глава государства. Бытовое насилие является, к сожалению, тенденцией. Тенденции представляет серьезную угрозу не только для семьи, но и для всего общества. К сожалению, ведет к деградации нашего общества. В этой связи профилактика насилия в семье остается одной из приоритетных задач государства. Казахстанские миротворцы готовятся к отправке на голландские высоты в рамках миссии ООН. Для этого они прошли шестимесячную подготовку. Военные изучили комплекс дисциплин, посетили теоретические и практические занятия. А именно медицинско-инженерная подготовка, совместное выполнение миротворческих задач, культурная осведомленность и изучение основ и правил миротворческой деятельности ООН. Люди в странных, но современных очках заполонили улицы западного мира. Они машут руками в воздухе, делают нелогичные движения. Некоторые даже выгуливают робособаку. Это обладатели новых очков виртуальной реальности от компании Apple. В них можно смотреть кино и работать в интернете, одновременно гуляя по улице. Такой девайс стоит 3,5 тысячи долларов. Однако, пока неизвестно, когда товар дойдет до казахстанского рынка. Как выглядит лапша быстрого приготовления под микроскопом? Таким вопросом задались пользователи социальных сетей. В телеграм-канале Ельинфо появилось видео с ответом на этот бесспорно животрепещущий вопрос. Крошечные червячки, амебы и жучки – вот главные обитатели, знакомые каждому еды. На этом все. Подпишитесь на наш канал. Мы ценим каждого зрителя. Оставайтесь с Ельки и Зет. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok